Без сомнения, Адольф Гитлер был одной из самых спорных фигур в истории. Его идеалы и взгляды на будущее своей страны привели человечество к войне, ставшей причиной огромного количества смертей и разрушений. В январе 1894 года некий четырехлетний мальчик провалился под лед на реке Инн в южногерманском городе Пассау. Ему на помощь прибежал подросток и вытащил утопающего из воды. Впоследствии оказалось, что спасатель стал священником, а спасенный им утопающий мальчик стал Гитлером. В 1941 году Гитлер поручил датскому врачу Олену Ханусену создать прототип надувной куклы из гальванизированного пластика. Гитлер считал, что эротическая кукла, которая должна быть включена в число необходимых вещей, которые солдаты брали с собой в поход, помогла бы избежать венерических заболеваний среди военнослужащих и способствовала сохранению чистоты арийской расы. Но проекту было не дано осуществиться. Фабрику, на которой планировалось наладить производство кукол, разбомбила авиация союзников. В 1938 году США признали Адольфа Гитлера Человеком Года за распространение демократии по миру. А в 1939 году Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира за установление мира в Европе. Но не получил ее, поскольку к моменту вручения премии в Европе вспыхнул новый конфликт и вручение премии было отложено. Американская секретная служба пыталась подсыпать в виду Гитлера женские гормоны для того, чтобы снизить его агрессивность и сделать его более женственным. Почему не яд, спросите вы? А потому что у Гитлера были дегустаторы, которые пробовали все, что он употреблял в пищу. Поэтому яд добавить ему было невозможно. Гитлер никогда не посещал концентрационные лагеря. Он как будто чувствовал, что даже его воля размякнет, когда он увидит массы обреченных человеческих лиц. И тогда его способность выполнить то, что он считал своим высшим долгом перед германской культурой, рухнет. Первая любовь Гитлера была еврейская девушка Стефани Исаак, но он никогда не говорил с ней. По словам его близкого друга, Гитлер собирался похитить Стефани и убить себя, и ее прыгнув в реку. В интервью Исаак сказала, что не имела никакого представления о чувствах Гитлера. В 44-м году личный врач Гитлера Теодор Моррель начал прописывать немецкому диктатору кокаин. Гитлер принимал кокаин через ингалятор два раза в день и также использовал его в глазных каплях. Врачебное предписание было дано, чтобы облегчить Гитлеру боли во время болезни пазух носа и горла. Но последствия употребления тяжелых наркотиков могли быть хуже, чем боль в горле. Некоторые историки утверждают, что кокаин мог оказать влияние на принятие решений Гитлером, делая его восприимчивым к паранойе и припадкам ярости. Совпадение или нет, но сообщение о смерти Адольфа Гитлера и Усамы бен Ладена было объявлено в один и тот же день года, 1 мая. Гитлер организовал мощную антитабачную кампанию в течение 30-х, начала 40-х годов. Движущей силой этой кампании являлась личная неприязнь Гитлера к сигаретам, а также выявленная немецкими медиками взаимосвязь между курением и раком. В 1916 году, в одном из сражений во время битвы на Сомме, Гитлер был ранен в живот, а также потерял одно яичко. В итоге половые проблемы изуродовали жизнь фюрера, а он изуродовал всю Европу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин